Здравствуйте! В эфире «Время арт». Когда человек рисует или читает книгу, о чем-то думает, он мысленно летает. А вот что такое полет на Яву? Как его и можно ли его ощутить? Об этом сегодня наш разговор с начальником Могилевского аэроклуба Иваном Ивановичем Касимом. Иван Иванович, стремление к полету откуда, с чего начинается? Когда пишешь или говоришь, там это одно, а вот именно в небо, когда человеку хочется, почему? – Ну, вопрос, конечно, сложный. Тяжело, наверное, этот начальный импульс. Тяжело, да? – Ну, наверное, он складывался из каких-то впечатлений, скорее всего. Это первое. То есть мы видим эти самолеты, видим вертолеты и так далее. Мы видим это, естественно, какое-то внутри желание возникает. И я помню это еще, ну, скажем так, в школе учились. И в раннем возрасте прилетал самолет, химическая авиация АМ-2 прилетал. Естественно, он садился к нам в деревню. Прилетал почему-то зимой, им подкармливали, видно, они эти посевы. И я его видел зимой почему-то, летом очень мало к нам прилетали они. Первое было желание полетать, которое не осуществилось. К сожалению, родители, и особенно дед был противником полетов. Наверное, боялся, переживал. Ну, поэтому моя мечта пролететь на самолете до окончания школы не сбылась. И тем самым, наверное, желание еще больше. Ну, естественно, литература, эти книжки с рассказами о летчиках, особенно боевых. Это вот, вот это первое начало. А те, кто к вам приходит сейчас, вот молодые ребята, которые обучаются на АМ-52, вот они же не к спорту стремятся, наверное, они вначале первый посыл тоже к небу. У них откуда? Точно так же у всех. Что это дает? Какие у них первые ощущения? По-разному. Мы, кроме спортсменов, летчиков, обучаем и военных курсантов авиационного факультета военной академии. И больше 21 год мы работаем с этими ребятами. И на протяжении этих лет, беседуя с ними, мы узнаем всякое. То есть есть очень абсурдные, даже бывают случаи редкие, но когда курсант заканчивает академию, летает, и по истечении некоторого времени встречаемся, он говорит, ну не мое. А почему? А потому что так. А как ты попал? А вот бабушка там сказала что-то еще. То есть, к сожалению, очень редкие случаи. Но бывает даже такое, да? Даже такое бывает. То есть, понимаете, бывает, к сожалению. Но в основном это, конечно, мечта собственная, желание собственное. И у кого родители в авиации, у кого там родственники в авиации. В основном это был период, когда молодежь очень мало интересовалась авиацией. Период, я имею в виду, и 2000-е годы. Да, вот это было. Такой упадок был. А сейчас что? Есть рост? Вы знаете, есть. Я хочу сказать, что мы наблюдаем, буквально наблюдаем, что активность молодежи, интерес к нашим видам, ну, я имею в виду и парашютный спорт, и авиамодельный спорт, ну, и самолетный спорт. Живой интерес есть. Даже если человек, ну, скажем так, не записывается в кружок там или к нам в это звено, то он приходит выполнить хотя бы обзорный полет. А какие ощущения? Что это дает? Что потом люди говорят? Они чувствуют романтику, вот эту вот бескрайность неба, свободу? Действительно, что парашют, что самолет. Когда первый раз поднимаешься, это же вокруг всего. Да, это ощущение, причем я могу сказать, всегда я вот сам как летчик профессиональный, естественно, меня больше интересовало, и больше мне нравился сам полет. Мы прыгаем сами и с парашютом, потому что положено прыгать, но ощущение, скажем так, снижения на парашюте, парашют в парашюте, это совершенно другие ощущения. И поэтому люди приходят, иногда хотят и то попробовать, и то. И иногда мы по погодным условиям предлагаем, вот нету погоды, ветер сильный, с парашютом нельзя прыгать. Давайте на самолет человек говорит, нет, я хочу именно прыгнуть с парашютом. А почему? Вот разница в чем. Прышок с парашютом, это ощущение необычное. Акциональные другие вообще, да? Это необычное, а совершенно другие ощущения. Вот человек одел парашют, значит, то, что карабин он пристегнул, то есть как бы вот это вот открытие будет без его участия, но тем не менее он карабин пристегнул, открывается дверь самолета Ан-2, и следующий – это шаг за борт самолета. Вот высота тысячу метров, образно, скажем так, открывается дверь, и вот обычный человек, который не летал раньше, не прыгал, что он видит? Он слышит шелест ветра, вот этот обдуваемый поток, и земля там внизу проплывает, она медленно лечет. И вот это ощущение, как бездна какая-то. Всем страшно, нет? Решиться, странно, это не очень, скажем так, непросто. И вот это ощущение и есть, это и есть тот порог, когда человек принимает решение, да, способен я вот так. Я знаю, вроде парашют у меня там сзади, я знаю, что меня научили, но я шагну, и ничего под ногами у меня нет. А там есть, так скажем, это пространство, которое кроме самого себя больше никто тебе ничего не скажет, дальше ты уже должен сам. Вот это есть то, что толкает людей прийти и попробовать, а смогу я, не смогу, вот и самое главное. А дальше прыгнул человек, открылся парашют, а дальше наслаждение свободным вот этим полетом. Это полет, на самом деле, это вот идет падение, ну, скажем, этот полет. Во-первых, такая тишина, вот, очень слышно, разговаривают между собой парашютисты, очень слышимость, очень хорошая. И адреналина там хватает, причем мгновенный такой выброс адреналина. Да. Приезжая из других городов, с районных центров, приезжает нам молодежь, ребята прыгать. Есть и в возрасте люди, которые приезжают, не по разу прыгать. Знаете, она увлекает. Тот, кто уже раз прыжок сделал, раз слетал, уже тянет, на самом деле. А вы, если долго не летаете, вообще-то, скроете по небу? Хочете сюда? Или вы просто не мыслите себя? Если долго не летаешь, плохо, если долго не летаешь. Я сравниваю вот тех летчиков, которые уже долго летают, но они в какой-то степени зависимы уже от этого. И когда нету полета, вот зимний период, мы прерываемся на зимний период, погоды нет. Ну и, скажем так, зимой у нас нету возможности по финансам, соображениям мы не можем продолжать полеты. И перерывы эти образовываются уже в начале, в феврале, уже начинается такая, как бы, ну, не знаю. Тяга ностальгии? Тяга ностальгии, очень сильная. То есть хочется и хочется, и мы всеми силами стараемся начать вот эту подготовку. Потому что даже начав, мы вот в феврале, в конце февраля, в начале марта мы начинаем, стараемся начать полеты. И вот первые полеты пошли, все. И чувствуется, организм чувствуется, становится на нормальной рельсе. Ты как-то возвращаешься к самому себе, да? Да, да, да. Ну, это не хочется такое слово называть, ломка, но это как ломка. То есть для нормальных летчиков. Я хочу сказать, что наши вот именно в Досафе летчики, это же не просто летчики, мы еще выполняем этот пилотаж. То есть пилотажники, это более жесткая такая форма. Но организм, наверное, привыкает к этому. То есть без этих перегрузок уже дальше как бы, ну… Чувствуешь себя не в себе, да? Да, да. Скажите, а можно сформулировать вообще вот это из того, что, помните вы сами, из того, что рассказывали другие, вот это первое ощущение человека, который шагнул с парашютом, парашют еще не раскрылся, и вот первый полет. Ведь действительно многие думают, иногда говорят, прыгну когда-нибудь с парашюта. Многие об этом задумываются. Вот ощущение кто-то формулировал, вот можно ли сказать, что это такое, или нет? Все-таки каждый сам. Оно незабываемое на самом деле, оно незабываемое. Вот говорят, прыжок с парашютом, вот да, вот это именно одно мгновение, но оно запоминается на всю жизнь. Если взять полет, то полет, я помню полеты, их очень много, и они подразделяются на разные категории. Первый мой полет, я его помню, допустим, первый самостоятельный, то есть вообще первый, первый самостоятельный, он тоже на сюжете запоминается. А остальные, какие-то ощущения есть необычные, это совершенствование, это все. А вот прыжок – это именно первое. То есть его тяжело описать, это и какой-то страх. А после прыжка это какой-то вроде как развернулся, то есть вроде как ты уже в другой, скажем, в другом ощущении, ты уже другой, вот ты прыгнул с парашютом, принял это решение, покинул, парашют раскрылся, ты уже залечишь, все, ты приземлился, ты уже другой. Ты уже другой человек? Да. Иван Иванович, а можно ли сказать, что в таком случае есть такая вещь, как неботерапия? То есть вот у человека сложности в жизни какие-то, мало ли какие, да, тянется, тянется какой-то, взял, прыгнул с парашютом. Это может быть клин какой-то, в какую-то проблему. Вы знаете, скорее всего, да. По той причине, что мы, когда отрываемся от Земли, мы уходим как бы на другую ступень и переосмысливаем по-другому все. Допустим, проблему, вот они, особенно зимний период, задавливают проблемы эти наземные все. И почему мы, вот, летчики, в первую очередь, мы стремимся отрываться немножко, полетать немножко, то есть дать немножко заряд какой-то получить, немножко вот по-другому осмыслить те проблемы, которые есть. Именно вот это и дает. То есть в воздухе, ну, я вам скажу, что это, с одной стороны, степень какая-то опасности есть, а с другой стороны, наоборот. Ты переходишь на другой уровень и чуть-чуть как бы с высоты смотришь на те проблемы, и решения уже, может быть, чуть-чуть другие. На Землю смотришь с высоты, это уже с неба. То есть небо лечит. Но опасность она и на улице есть, да, переходить? Да, в принципе, она, наверное, больше сейчас на Земле, чем в воздухе. Ну, во всяком случае, хватает и там и там. Значит, небо может не только свободу раскрыть, но может еще и помочь. Абсолютно верно. Это на самом деле. Ну что ж, о том, как небо может помочь и какую свободу может даровать, мы говорили с начальником Иглевского аэроклуба Касимом Ивановичем. Спасибо вам. Ее называют певцом женского образа. Она пишет любовь. А на полотнах этого художника женщина раскрывается как чудо. О женских образах в изобразительном искусстве поговорим с известным белорусским художником Галиной Николаевной Кононовой. Галина Николаевна, Ваша творческая кредо – это женский образ. Почему так сложилось? Ну, наверное, я как художник и как женщина, прежде всего, познаю себя и через женский образ, через свою душу вижу этот мир. И, естественно, пытаюсь сообразно со своим пониманием, видением как-то вот в этот мир вписаться, наверное, как художник. А кого вы пишете? Как вы ищете эти образы? Я не знаю, может быть, они вам снятся? Может быть, вы просто идете по улице и что-то щелкает? Конечно же, щелкает, потому что художник не может не видеть красоту. И только через красоту, в моем понимании, художник может работать. Большая роль женщины как созидание гармонии, понимаете? Потому что ведь известна фраза и известно понятие, как «все беды мира от женщины». Мы знаем тоже такое, да? И когда мы вернемся, допустим, к Еве, которая и дала этот плод познания добра и зла, это на самом деле такой мир. Но есть еще другой образ. Есть образ Богородицы, который несет в себе свет и чистоту. И вот мне хочется именно женщину представить чистотой души, которая созидает именно гармонию мира. То есть вот эти семейные ценности, христианские ценности, они помогают при создании образа женщины, да, женщины? Вы знаете, если говорить о художниках, художники бывают разные. Для кого-то искусство – это игра. Для кого-то искусство – это просто поиски и упражнения в каких-то технических инновациях. А для меня искусство – это разговор Бога с человеком. И хотелось бы, чтобы этот разговор вылился в диалог. И мне кажется, как художник, как транслятор, да, он транслирует в мир или свет, или тьму. Наверное, зло или добро. То, что в душе у художника, наверное, через… Художник на самом деле проводник. И очень большая ответственность на художники – то, что будет видеть зритель. Понимаете? Но когда вы портретируете эту женщину, что вы в ней ищете? И вижу этот духовный свет. Вижу чистоту души, да. Вижу чистоту души, потому что я не пишу конкретно портрет. Для меня это не очень важно видеть. Я вижу через женскую красоту те черты, которые я нахожу в человеке. Я образуюсь, наверное, со своим видением, со своим замыслом, со своим пониманием этого мира. Я, естественно, хочу нести людям радость. Радость через цвет, через пластику цвета. Цвет – это очень важно, да? Цвет – это очень важно. Вы знаете, опять же, существует такое выражение «архитектура, застывшая музыка». Для меня живопись объединяет в себе и музыку, потому что цвет – это звук, он выражается в тональном, да, выражение цвета в тональности. Точно так же, как и звук. Для меня живопись – это пластика. Это почему я люблю танец. Точно так же, как пластика человеческого тела создаёт образ, точно так же пластика цвета создаёт образ живописный. Ну, и так сказать, и всё это так близко женщинам. Наверное, женское начало, оно всё-таки помогает изображать образы женские. Я думаю, что естественно, потому что вообще-то считается, что мужчины должны воспевать женщину, им больше дано видение женщины. Но, на мой взгляд, всё-таки мужчина больше смотрит на внешнюю красоту женщины. А художник-женщина, наверное, всё-таки видит больше внутри. Как вам кажется, отчего сегодня не хватает современным женщинам? Какие они? Целеустремлённые. Поменялись ритмы современные. И, естественно, все мы не стоим на месте. И хочется быть, наверное, современными. И мне нравятся современные женщины. В принципе, я пишу, ведь женщины конкретно из этого мира, из нашего времени. Но уж многие, они стремятся к той самой эмансипации. Не теряется ли вот это вот... Теряется. Однозначно теряется. Потому что женщина забывает то, что она женщина. И, взвалив на себя мужское бремя, она подменяет, но, по-моему, не очень успешно. Потому что она много теряет качеств женских. Приобретая мужские качества. Где вы ищете образы? Я знаю, что вы пишете знакомых своих. Да. Я пишу своих любимых людей. Потому что вам близка их душа? Вы их понимаете? Да. Наверное, я, прежде всего, как бы сближаюсь с человеком. Потом нахожу в нем многообразие. По сути дела, из одной модели у меня получается много образов. Ну, потому что женщины бывают разными, они умеют быть разными. То женщина и тайна, на то она и загадка. Понимаете, чтобы можно было раскрывать ее бесконечно. Вот. И женщина, которая хранит в себе вот эту тайну и загадку, естественно, она и для мужчины будет интересна. Если вы пишете только любимых вами людей, а портрет под заказ, откровенно говоря? Ну, портреты под заказ, вы знаете, были давно. Когда были мастерские производственные, творческие. И у нас был просто государственный заказ. А если говорить о времени нынешнем, то я как-то пытаюсь быть верной себе. Прежде всего, как художник, быть честным сама с собой. Ну да, искренним и честным. В этом, наверное, художник и заключается. Ну, все-таки некоторые картины вы выставляете на продажу? То есть искусство и коммерциализация вещи? Это сложный, конечно, вопрос. И, наверное, идеальное состояние – это когда художник востребован именно тем, что он творит. Это идеальный вариант, конечно же. И, наверное, кто-то так не работает. Я вообще пытаюсь именно этому следовать. Потому что когда, скажем, о том времени, в котором прошла наша молодость, существовал госзаказ, на который можно было хорошо существовать. И сейчас времена поменялись. Но вопрос в том, насколько художник будет искренен и насколько он будет следовать себе, если он будет выполнять только волю заказчика. Поэтому здесь перед художником стоит выбор. Выбор. Скажите, а вот стоит ли создавать женский образ, к примеру, будучи в плохом настроении? Ну, это зависит от того, как художник работает. Вот кому-то нужна, наверное, какая-то встряска, чтобы подойти к мольберту. Кому-то нужна музыка, кому-то поэзия. У всех по-разному, наверное. У меня не получается работать в плохом настроении, и поэтому я не работаю в плохом настроении. Можно ли назвать, можете ли вы назвать любимый ваш женский образ, который вы создали? Ну, наверное, это сложно. Да, всем можно сказать. Потому что ты до сих пор находишься в поисках, до сих пор не стоишь, до сих пор работаешь, и, наверное, всегда думаешь, естественно, что твой лучший образ еще впереди. Но, тем не менее, из созданного о чем чаще вспоминается? Ну, если, наверное, какие-то работы, которые... Именно женские. Которые, ну, как бы, являются этапом, что ли, в творчестве, от которого, допустим, вот он завершает какой-то этап, и потом начинается какой-то новый путь. Ну, например. И в поисках. Ну, это, наверное, Рябина. Это, по сути дела, первая работа, которая с выставки была закуплена Министерством культуры. Сейчас она находится в постоянной экспозиции музея Мнипавла Васильевича Масленникова. Ну, вот расскажите мне о той серии, которая связана с Евой. Почему так пришло? Я не знаю, почему. Но это, опять же, творческий процесс, в котором размышляешь, наверное, о своем каком-то предназначении, о своем пути, как человека, прежде всего, и как художника. И вот это рождение серии Сат Эдема. Вот, и пришло с той, в принципе, выставкой, с тем проектом, когда мы делали с мужем совместную выставку. Называлась эта выставка «Соло на двоих». Вот. Я выставляла этот свой проект «Белый вальс» или «Приглашение гармонии». Вот. Володя выставляла скульптуру и графику. И вот размышления, наверное, вообще о мире, о том, что такое мир, о том, что такое человек в этом мире, наверное, вот и родился в этих размышлениях вот этот, как бы, замысел Сат Эдема. О чем вы мечтаете, если это не тайна? Интересный вопрос. Почаще бывать за Мольбертом. А для этого нужно, чтобы было всегда хорошее настроение? Для этого нужно, чтобы было всегда хорошее настроение. Для этого нужно сейчас еще и какие-то физические, так сказать, составляющие и твоего здоровья, и семьи. Поэтому, конечно, это очень большое, такое, сказать, подспорье, когда ты хорошо себя чувствуешь. Ну, для этого надо готовиться. Естественно, о чем человек может мечтать? О благах, которые хочется еще и, чтобы были здесь. И, наверное, чтобы мир в душе был. Благодарю вас, творческих успехов. Вам всего самого хорошего. Спасибо, всего доброго. И новых образов. Спасибо. Конечно же. О создании женских образов мы говорили с моей гостьей, известным белорусским художником Галиной Николаевной Кононовой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова